В этом году Новочебоксарску исполняется 60 лет. Как известно, город начал свое развитие с появления химического гиганта. Именно химики в те далекие годы были задействованы на строительстве производственных корпусов завода, а также созданием городских сооружений, жилых домов, больниц, садиков, спортивных и культурных объектов. Давайте знакомиться. Леонид Дементьевич Пивоваров. На химпроме с ноября 1964 года. Начинался специалист по контрольно-измерительным приборам. Далее работал начальником участка, начальником цеха. В 1981 году назначен председателем профсоюзного комитета. Все годы был неравнодушен к городу, принимал участие в его судьбе. И до сих пор интересуется судьбой Новочебоксарска за свою активную позицию. Назначен заместителем генерального директора по социальным вопросам химпрома. Я человек по натуре неугомонный. Мне все хотелось переделывать, реконструировать. И я был замечен как руководитель подразделения комбинаторского, который все строит. И жилищные вопросы, и коммунальные, и курирование. По сути, я не строил, как много лет я построил. Я не строил. Я не давал, так сказать, не строить, чтобы все как-то шевелилось, двигалось. То есть подталкивалось, чтобы все эти объекты сдавались в строй. И самое главное, чтобы потом мало их было сдать. Их надо было заполнить, чтобы там все работало, все кипело. С транспортом было не очень в начале. Пока троллейбус в 79-м году не построили, не пустили, проблемы с транспортом были. Магазины были в подвалах, магазинов хватало. Два здания было отдельно построены к тому времени, в начале. Но денег не хватало. А то, что можно было купить, можно было купить, в принципе, и все. Потому что зарабатывали тогда немного, производства были недействующие. За бедность не платили. И премии были, естественно, минимальными или никакие. Но тогда считалось. Говорили, кто сюда приезжал работать, говорили, что у вас спутники, потому что спутником все называли, кроме птичьего молока, все есть в магазинах. В 63-м, в 64-м, в 65-м годах уже сдавалось по 1000-1100 квартир в год. И вот я получал квартиру по очереди за 9 месяцев. Вот такие темпы жилищного строительства. И темпы жилищного строительства сохранялись ежегодно. Но отставала социальная сфера. Не то, что очень, а вообще не строилась. Кроме детских садовых школ, ничего остального не строилось. Все вот в 61-м, 62-м, 63-м годах все было первое. Первая баня, первая парикмахерская, первые магазины. Все первое. Первые библиотеки. И да, что очень важно, не строилось, но в жилых домах, квартирах все это открывалось. Так что к тому времени, когда начало все это строиться капитально, в городе практически все функционировало. Все, что положено для молодого города. Да, молодой город, естественно, хотел, чтобы все это было. Доверяли Леониду Дементьевичу и сложные объекты. Объекты долгостроя. Так, например, было в строящемся детском лагере «Звездочка». Еще до его появления детей на отдых отправляли по всем оздоровительным учреждениям Советского Союза. Потом встал вопрос о создании собственного места отдыха юных научебоксарцев. Стройка шла долго. Сказывалось и то, что лагерь находился в глухом лесу. Основное строительство шло в летнее время. Комбинат купил специальную баржу. Туда возили стройматериалы. И практически строители работали только летом. Зимой они или материала не хватало, или рука валяли и так далее. И потом объект как бы считался второстепенным для строителей. Их же не били за эти невводы. Их били за то, что не вводили в свое время на промышленный объект. Поэтому до меня лагерь строился 10 лет. И когда меня туда поставили, я так и понял, что или я здесь сделаю, или с меня толку никакого нет и не будет. И так было сказано и заводчанам, что или мы делаем, строители будут там уже помогать, а мы будем заниматься там этим сами. Ну, они ложили кирпичи, они, так сказать, все это делали. А даже не то, что кирпичи, мы даже и клуб достраивали. В частности, клуб достраивал, там отличный клуб, достраивал производство три. Значит, общежитие для персонала встроило ЖКУ полностью, да. И в результате мы смогли 3 августа 1982 года уже открыть первую смену. Конечно, мы не успели. В начале сезона мы открыли первую смену на 160 человек, то есть два корпуса ввели. Потом стали вводить через два года еще по два корпуса, потом еще через два года три корпуса. И в результате в 1982-1985 году ввели мы уже полностью весь премьерлагерь. И вот маленькую деталь скажу, что я дома не жил. Дома я не жил, жил я там все лето, подгонял всех строителей, всех. Ко мне туда присылали, на двух теплоходах присылали химиков. Работали все, исключительно добросовестно. И вот этим коллективным трудом мы и создали этот объект. И вот мое впечатление. Вы увидели мое впечатление? Отсюда это дело надо. Леонид Пивоваров с гордостью смотрит на Новочебоксарск сегодня. И с уверенностью говорит, что у города было прошлое, есть настоящее и, конечно же, есть будущее. У химкомбината не в порядке, так сказать, воспроставов, в порядке гордости. Было больше половины детских садов, больше половины жилья, почти все спортивные объекты. И такая же точно, как городская больница, еще одна медицинская часть. То есть в этом плане город был, ну, удачный, так сказать, сформирован. Еще хочу добавить сегодня. Я вот смотрю сегодня строительство жилья, да, и должен сказать, что это очень здорово. Строится жилье во всех городах, бывших в моногородах, да, у меня живут, так сказать, знакомые. Нет такого, чтобы сегодня мой бывший моногород жил активно, так сказать, все у него работало. Еще так активно строилось, и не только строится жилье, реконструируются спортивные объекты. Реконструировали хоккейный стадион, реконструировали манеж. Это же очень уникальное, так сказать, явление. Поэтому городам надо и сегодня гордиться, не только тем, что было когда-то. Вот так вот я всегда говорю, что у города, я считаю, есть будущее. Очень важно отметить, что все вот эти успехи по городу связаны с тем, что директор химкомбината Леонид Сергеевич Шиницын, все руководство, и самое главное, весь трудовой коллектив считал всегда городские дела, считал своими. То есть наравне со своими прямыми трудовыми обязанностями, обязанностями. То есть как бы по принципу, если не мы, то кто будет, мы сможем сделать, мы очень по-ксадски, все, что нам самим хочется, потому что они все жили в городе, дети в городе, и поэтому любое дело считали своим личным и очень-очень нужным. Редактор субтитров А.Семкин